Всем привет, друзья! Как всегда, передача Папа накормит в эфире, а это значит, что сегодня пришло время приготовить что-то вкусное и интересное. У меня, посмотрите, на столе интересный набор продуктов, и вы, наверное, уже догадались, что сегодня я буду готовить вкусные, крутые бургеры. Но для начала нужно все к ним подготовить. У меня здесь есть говяжий фарш, булочки, все стандартно, лук, сливочное масло, горчица, майонез, помидоры, маринованные огурцы, ломтики сыра, соль, перец, масло, все готово. Поэтому поехали, для начала разберемся с фаршем. Фарш нужно хорошо вымешать, отбить. С фаршем можно работать прямо здесь, в миске. Нужно его хорошо вот так вот прям руками помять, пожамкать. Можно вот так вот покидать прямо туда. Ну, одним словом, отбить. Так, теперь приступаем к нарезке ингредиентов. Для начала мы будем работать с булочками. Булочки нужно подсушить немножко на сухой сковороде. Поэтому мы включаем плитку на максимальный огонь и разрежем их на две части. Для чего это делается? Для того, чтобы соус, который мы будем наносить на эти булочки, сразу не впитал все в себя, чтобы они не промокли ни сверху, ни снизу. И чтобы он чувствовался, когда вы кушаете непосредственно сам бургер. У нас есть, да, красный лучок, то есть обязательно сладкий. Можно вот тут вот, чтобы с ним удобно было работать, вот так немножко отрезали вот эту часть. И он замечательно вот здесь уже будет у нас вот так вот упруго стоять, то есть не будет ерзать, будет удобно его резать. Нарезаем, конечно же, его кольцами. Лучок можем пока убрать в сторону. У нас есть свежий, хороший помидор. Замечательный. Насчет помидора, кстати, я вам сразу скажу. Не скупитесь, берите хороший, сезонный, свежий овощ, чтобы он был мягкий, сочный. У нас еще здесь маринованные огурчики. Так вот попку отрезаем. И тоже вот так вот, не сильно толстым. Нарезаем его. Вот таким вот образом по диагонали, чтобы он был больше. Самое время подсушить наши булочки. Сковорода разогрелась. И вот таким вот образом, без добавления масла, вот сюда вот, то есть в зависимости от того, какая у вас сковорода, то есть с диаметром, можете уложить сразу все, можете жарить партии. Так, булочки, друзья мои, подсушиваются очень быстро, поэтому за ними надо следить. Вот такой вот рисунок, конечно, это будет вообще очень хорошо, но можно как бы и без рисунка, если нет вот такой вот рифленой сковороды для гриля, то есть просто на простой сковородочке можно их подсушить, а они будут просто такие вот беленькие. Так, вот эти вот у нас уже готовы. Так, друзья, как же определить, что булочка у нас уже готова и подсушилась? То есть, конечно же, по характерному звуку. То есть берем вот так вот ножом, проводим, значит, она уже подсушенная, значит, все замечательно. Вот и подошло время к нашим котлеткам. Берем фаршик. Вот смотрите, вот так вот в ладошку, как я уже говорил, да, что котлета должна быть плоской, и она не должна быть толщиной больше одного сантиметра. То есть меньше допускается где-то 0,9-0,8. Ну, приблизительно 1 сантиметр рассчитывайте. Если вы уж прям хотите прям так досконально, то можете, конечно, померить линеечкой. Итак, котлетку формируем. Еще раз вот так вот прям в руках ее отбиваем. Отбили. Хорошенько. И смотрите, что еще здесь. Обязательно на поверхность, на которой вы будете готовить, нужно налить прям совсем немножечко растительного масла. Для чего мы это делаем? Да просто для того, чтобы фарш не прилип сюда, чтобы с ним было комфортнее работать. То есть вот так вот прям размазываем и начинаем вот так вот формировать. Такую вот штучку используют различные повара, то есть это обычная бумага для выпечки. Опять же, чтобы фарш не прилип и чтобы котлета не потеряла форму, ее вот так вот укладывают вот сюда. Смотрите еще, самая важная часть. То есть каждой котлете в середине нужно сделать вот такое вот небольшое углубление. Для чего это делается? Для того, чтобы когда мясо жарилось, котлета не стала выпуклой. Котлетки, наши заготовки, можно сразу присолить. Мы их присаливаем. Хорошенько. Одна здесь у меня. Присолили. Конечно же, черный молотый перец. Посыпали. Сковорода у нас нагревается. Можно добавить немножко растительного масла. Все. Можно приступать. Первая котлетка у нас пошла. И, соответственно, сразу же закидаем вот так вот вторую котлетку. То есть, ну, жарим вот, ну, приблизительно где-то, ну, полторы минуты с одной стороны, это точно. Потом можно будет проверить. Я люблю, допустим, я люблю, допустим, прожарку medium rare, то есть, чтобы она была сочная. Когда котлеты мы уберем в сторону, они все равно будут за счет своей температуры внутри, которая есть, она все равно будет доходить. Мясо дойдет, вся кровь свернется, сферментируется. Тем более, это говядина, мясо чистое, поэтому здесь бояться ничего не надо. Так, друзья, здесь опять же на ваш вкус, то есть, добавляете вы сыр или нет. Нет, я люблю добавить, то есть, у нас сыр, как бы уже получается не бургер, а чизбургер, то есть, с добавлением сыра. Вот, я люблю вот так вот, по два кусочка на каждую котлету. Котлетки мы поджарили, самое время поджарить наш лучок. Опачки. Прямо вот так вот. Раз. Завершающий этап. Формируем наши бургеры. Смотрите, соус вообще до безобразия, как говорится, простой. Я сегодня не стал показывать там суперфирменные соусы, мешать их. То есть, обязательный ингредиент для соуса в бургерах, это майонез. Вы, конечно же, можете использовать любые соусы, то есть, вот к этому набору подойдут любые соусы вкусные. То есть, берем майонез, наносим вот так на нижнюю часть булочки. Здесь буквально чуть больше столовой ложки без горки. Сюда добавляем листочек салатрика. Сюда вот. Небольшое количество черного молотого перца. Маринованные огурчики. Помидор. Наша вкусная котлетка с сыром. Сюда же. Опять. Небольшое количество черного молотого перца. Берем вторую половинку булочки. У нас есть такая приправа сладкая дижонская горчица. Обязательно сладкая дижонская, то есть, она не такая терпкая, как наша русская. Вот, поэтому здесь ее используем. Наши ребята уже давно ее могут производить, поэтому найдете в любых магазинах. Сейчас это не проблема. Нашего российского производства по рецепту. И смотрите. Сюда вот колечко лука. И накрываем. И немножко прижать. И все. Бургер готов. Так, дорогие друзья, вот такие бургеры у нас получились. Очень сочные и вкусные. Все вы посмотрели, как я их приготовил. Теперь можете готовить у себя дома. То есть, как я и обещал, да, всем интересно, какой он в разрезе. То есть, мы сейчас его разрежем. Смотрите, так чуть-чуть прижать. Так, аккуратно, чтобы ничего не съел. Ох, с котлетки сок пошел. Вот так, раз. Раз. Смотрите, так. Опа. И вот такой вот разрез, то есть, medium rare. Прожарка котлеты. Все, в принципе, красиво, аппетитно. Так, друзья, вы все увидели. А на сегодня я с вами прощаюсь. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. Ссылочки вы увидите в этом видео на них. Все. Всем пока-пока. Готовьте с удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok